Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня у нас на видео, можно сказать так, отзывы, опыт использования туалетной воды от бренда Трусарди, а именно Трусарди Майленд. Что могу сказать? Могу сказать, во-первых, то, что тематика не совсем типичная и привычная для моего канала, но так как это мой второй канал, не основной лайв-канал, я говорю здесь обо всем, обо всем, что происходит в моей жизни и все, что хотел бы я рассказать, показать и чем-то поделиться с вами. Ну и так как у меня была задача выбрать какой-то парфюм, туалетную воду для себя, возможно, не одно, что в идеале я так и хочу сделать, то я все-таки начал немного присматриваться, изучать некоторые ароматы, что-то покупать, что-то пробовать и вот буду делиться своим опытом с вами. А если вам это интересно, пишите в комментарии, буду, конечно же, во-первых, отвечать вам, а во-вторых, записывать больше таких видеороликов. Итак, по поводу воды, туалетной воды или же парфюма, кстати, разница есть, вдруг вы не знали, то есть вот такие вот надписи Eau de Toilette, а есть еще Eau de Parfum. И это абсолютно, ну скажем так, разные вещи, разная концентрация, чаще всего разная стойкость, немного может быть разный состав. Извините, я не профессиональный какой-то парфюмер, я просто, можно так сказать, начинающий потребитель, потому что до того, как я начал выбирать вот такие вот ароматы и множество других, их есть еще и брендовые, там, и нишевые, да, до того, как я начал выбирать, у меня было, грубо говоря, знаете, вот, ну буквально несколько, там, 2, 3 или 4 запаха от таких брендов по типу, как Avon, Ariflame и Faberlic. Почему? Просто потому что кто-то из знакомых, как всегда, занимался Avon, Ariflame или Faberlic и предложил то, 2, 3, 10, ну, купил, чтобы что-то было и, как-то, знаете, вот, не был привередлив к этому всему. А потом все-таки мне что-то захотелось, что-то нового, что-то немного более интересного и вкусного. Сейчас мы говорим о данной туалетной воде, я данной туалетной водой успел попользоваться, у меня есть опыт и что-то, какие-то наработки есть. Что могу сказать? Ну, во-первых, смотрите, поставляются в золотистой упаковке, здесь трусар Димайленд, есть емкость 50 миллилитров и большинство вот таких вот флаконов, есть некоторые варианты, другие, продаются в 50 миллилитров. Плюс ко всему, как вы видите, есть обозначение Full, то есть она как бы полна, но да, я не пользовался этой водой там полгода или год, но я успел попользоваться чуть больше, чем одну неделю. В итоге, как вы видите, флакон интересный. Интересный чем? Тем, что здесь стекло, здесь вставка из кожи и, как вы видите, здесь как бы все пропечатано и в действительности это что-то похоже на кожу. Настолько это нормальная, оригинальная кожа? Ну, в целом, не знаю, это не столь важно. Ну и сам спрей. Что скажу сразу? Сразу скажу по поводу данной туалетной воды. Мне она не сильно понравилась. Чем не сильно понравилась? Тем, что здесь, во-первых, запах неустойчивый, но только вот, знаете, если будете очень сильно внюхиваться или вынюхивать то место, в которое вы наносили данную туалетную воду. Ну и мне нравится то, что шлейфа здесь практически нет. Ну, он, по сути, может быть, какой-то есть, только, знаете, там первые минут 20, может быть, 30 после нанесения. Дальше все. Если вы выходите на улицу и проводите на улице каких-нибудь там 20-30 минут, он очень неплохо, такие, достаточно сильно выветривается. Если вы в помещении наносите данную туалетную воду, да, или одеваете, как говорят, да, тогда устойчивость будет немного лучше. Но все равно она слабая. Слабая, реально слабая, потому что стойкость составляет порядка 3-х, может быть, 4-х часов, и его уже практически не слышно. Нужно очень сильно внюхиваться в то место, куда вы наносили данную туалетную воду. Ну, или же обновлять, добавлять еще. Хотя, почитав там отзывы, посмотрев, что к чему и как, в отзывах указывают, что некоторые пишут, не все некоторые пишут, что относительно устойчивый, но относительно неустойчивый. Сам аромат в целом заявлен как мужской, но, знаете, мое мнение, он легко пойдет как унисекс. Здесь нет ярко выраженного мужского или женского аромата. Плюс ко всему, опять-таки, почитал комментарии, увидел и понял, что даже некоторые женщины пользуются таким вот запахом. Запах, в целом, сам по себе, это только мои сейчас впечатления, ощущения. Он легкий, ненавязчивый, и нет таких вот ярких и резких, таких вот очень сильно резких каких-то оттенков. Мои ощущения, это, ну, больше сладкий, минимально терпкий и немного кожаный. Еще раз скажу, что себе я его не оставляю. В основном из-за слабой устойчивости и отсутствия шлейфа. Запах, как по мне, возможно, неплохой. Не тот, что очень сильно мне нравится. Пользовался, как я и сказал, немного больше одной недели. Пользовался, пробовал, чтобы раскрылся, не раскрылся. Через несколько часов сразу на одежду, на тело, на волосы. Ну, и, в принципе, все самое основное, что я хотел, я понял. И понял, что это не мое, мне не понравилось. Ну, а производитель, в целом, знаете, там заявляет, что аромат, который создан для мужчин, верхние ноты у него бергамот и зеленый мандарин. Далее к нему еще присоединяются ноты лаванды и фиалки. И далее он более полно раскрывает свой запах. Ну, в принципе, вот это вот все, что хотел рассказать. По поводу множества разной туалетной воды. По поводу аналогов, более дорогих, более дешевых, оригинальных, неоригинальных и прочих. Я думаю, что буду еще записывать на этом канале. И вы можете сами послушать, увидеть. Если вам интересно, пишите в комментарии. Также напишите в комментарии, в целом, какой водой туалетной или парфюмом вы пользуетесь. Какой у вас опыт использования разных парфюмов. И какие парфюмы и запахи вам нравятся. И да, знаете, я, конечно же, вот на все 90%, не на 100%, а на 90% рекомендую всегда запах вживую тестировать. То есть пойти в какой-нибудь магазин или лучше всего купить маленький пробник, чтобы вы попробовали, как это будет звучать и выглядеть у вас на теле, на вашей одежде, возможно, на теле, на, не знаю, на волосах. А только потом уже принимать решение, покупать или нет. Потому что то, что вы, например, в магазине распылите его там на вот эту вот бумажечку, ну, это будет совсем другое. Если вы распылите себе на руку, например, или на шею, ну, вы не успеете полностью понять. Хотя это более логический вариант, когда вы просто хотя бы на руку, вот, не знаю, вот здесь, например, где пульсовая зона, скажем так, где пульс может быть и хорошо пульсировать здесь или немного дальше вот здесь, тогда, может быть, будет лучше, понятней. Но все равно лучше будет, когда вы сможете попользоваться им и тогда просто сделать выводы. По поводу того, что покупать онлайн, да, можно покупать онлайн вслепую, но это, знаете, вот эти вот 10% это части лотерея. Или же вы просто знаете какой-то аромат и покупаете примерно схожий аромат. Или же покупаете, ну, можно, конечно, рискнуть и купить самые-самые-самые популярные ароматы, которые нравятся всем. Но это точно так же под вопросом. Потому что очень часто случается такое, что у всех вкусы могут быть разные. Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Жду ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.